так а вы как не понравилось знаете как вот я так много говорю вроде бы говорю убедительно надеюсь убедительно я вот уверен что после этого когда вот показывал что не будут уже вот все кто меня слышит ни один так не отрежет тем более средняя полоса россии это не только сибирь это жуть какая это не только челябинск который вообще это ленинград ширина там белая ночь и он север не нас вот это нигде нельзя делать я уверен что все проверят у нас мало там-то миллион и вот что получается вот значит есть и такие люди и он правил мне не верить может он не смотрел 189 может не смотрел что пять лет наблюдаем за моим садом вы помните 2015 посадил косточки посадил однолетние саженцы или посадил дышки и тут же привел вы посмотрите что выросло на том участке последнем это как бы мой экзамен а почему потому что коазин доверить не обязан это была его реакция на одну из предыдущих вебинаров когда-нибудь болячки и вредители доберутся и до вас и тогда посмотрим на супер садоводство ну давай посмотрим пока все крепче крепче я тогда вот так написал это мой мой как бы этот самый флоган я вас понимаю сам 38 лет жду 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 а фотография делал по соседям они сами все уничтожили какая черта мне нужны эти учебники все соседи уничтожили и эти журналы которые популярны были и газеты все соседи уничтожили свои сады все все доедино это надо было уже тогда ко мне когда у меня у меня самые первые уже были предельные это качество и размеры плоды уже тогда бы заинтересовались и вот кто-то бы один бы гневал ночевал там это самое а в отчеты посылал в академию наук что надо надо это важнейший момент и мы бы сотню уничтоженных своими руками по соседним деревьям каждый бы задокументировали вот он взял обрезал годы проверяем смотрим он фиксирует он фотографирует он ведется это сказать это это самое на каждое дерево заводит свое свое дело как бы и вот уже 10 уничтожено 20 30 40 50 100 а мои живы я когда отрезаю меня тоже морды ткнули вспоминаем друзья что было тогда сам режет а другим говорю не полагается резать отрезая я как бы фаланги пальца вот этих а тут же они скелет на ветке это как мне отрезать или вам отрезать вот так вот полностью плеча не было вот так вот ну там с дианцами оставить вот столичка вот от плеча вот вот это плечевого составу столичка тогда отрастет нет не так тогда это и зачем мне без руки то жить но я-то отрезаю вот эти фаланги пальца вынужден это дело а соседи резали так и их учили ну вы меня от ищите может ищите ответ маточный сад не может прожить у меня деревья им повезло им 25 30 35 лет мне повезло как будто специально потерял бирку боюсь или боюсь резать черенки на прививку а через 10 20 лет уже на продажу боюсь вырастают огромные деревья высотой 3 этажа и выше так я их не резал те которые резал у них срок жизни от 10 до 20 лет и вот представьте себя 20 лет не дерево начале я вам показываю один из примеров потому что его мама этого дерева там были такие урожающие а у меня же есть на этих фильмах ко мне привязали-то учиться и привозили камеры и там сумасшедшие урожаи а вот это королева сада сувенир востока сейчас лучшее дерево выглядит вот так лучшее я уничтожил собственными руками на половину видели это учеба поэтому тут нет такого да у меня уже за ничего не умирает решки что сказал про обрезку забыли этот сам вечер для там для летние прививки на курорте по аккурате много не решки не засыпает потом почки этом и чурин оказывается знал не только я а это тут продолжается он включите этот телевизор и вот получается так я взял второй от ушел на два метра внимание видели как он вот это дерево это тоже и было два с предельными урожаями сумасшедшими это дерево все практически мертва а ему это я 15 лет назад от учиться прикупил за сему 15 лет этот кусочек прикупил а ему 15 лет посмотрите что я за 15 лет с ним сделал посмотрите сколько обеток отрезано я не виноват куку извините кушать хочется если бы мне даже предложили какую должность младшего этого научного сотрудника допустим не металлурга вот который советское время 120 рублей получал и сейчас наконеченская зарплата вот я думаю тоже не пошел если бы вдруг но если вы мне сказали вот вам это 100000 зарплаты в месяц я бы тогда бы прекратил бы уже работу которую я называю коммерческой а заниматься чистым этим делом отчеты бы писал она или нет душа бы не выдержала это глупая работа даже вот этого достаточно смотрите какие нужны доказательства это моя яблони она мертва не вся это только одна скелетная ветка мертва считаем 1 обрез 2 обрез 3 обрез 4 обреза еще 5 но его не видно итак 5 веток отрезано мороз отсюда пошел отсюда отсюда и вот здесь сюда она мертва осталось только ниже обрезать а тут вот это все а потом еще несколько лет все дерево будет вот таким вот это молодая яблони это горько но только молодая яблони дает настоящие метровые приросты для привива вот так я уничтожаю собственный маточный сад вот а мне мордой сами режете а вы мне дайте 100 тысяч зарплату в месяц я не буду резать я буду уже те же самые статьи писать фильмы вот груша больше всех вида склонны к загущению понимаете вот здесь у груши из этих самых уже не из почек а из клеток полезные ветки одна моя прививка неудачная моя моя вторая неудачная вот перед этим попытка была ее привить тоже мертвая и в конечном итоге получилось апс декарь который невозможно перевоспитать невозможно иногда прививание называют еще перевоспитанием дерева невозможно вот это все вот ну что тут можно какую пользу извлечь из этого вот фотографии ну например убедиться что ветки из почек не полноценны вот и сейчас уже время прошло наверное не всем рассказал а ну мы же с вами пятый год конечно все рассказывал за ветками двухлетним идет однолетняя ниже трехлетняя никаких пней вот таких из которых потом из этих пней вот такие вырастают ладно вот я пишу не будите лихо груши больше всех видов склонны к загущению никаких чаш вот когда я одно научил оттуда если вот там 80 процентов получилось груши ушло костер осталось четыре страшные раны и одна из веток это пошла вверх да то есть она должна была умереть допустим не умерла она даст такое загущение когда 80 процентов кроны было уничтожено только из-за глупого совета что не положено им там расти значит она уничтожит вот такое если не умрет а вдруг чудом не умрет такое загущение будет невиданное сто процентов корней и вдруг двадцать процентов кроны какое там плодоношение надо восстановить кроны до прежних размеров это еще несколько лет не будите лихо не трожьте груши сайт с вашими секаторами это а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok